аутентификация типа запрос-ответ ну когда у нас пароль идет то мы сообщаем что мы знаем пароль но вот эта вот секретная информация она может быть кем-то перехвачена то есть вот проблема перехвата как нам избежать этой проблемы чтобы избежать проблем перехвата мы можем передавать не саму секретную информацию этот пароль а только знание о том что мы знаем секретную информацию но вот это вот запрос-ответ обычно если у нас просто секретная информация пароль это одна передача информация то запрос-ответ у нас для того чтобы определить что претендент знает секрет обычно выполняется несколько раз ну например мы можем использовать симметричное шифрование какой вариант в качестве секретного у нас используется некий ключ который известен и претенденту и верификатору и в качестве функции это алгоритм шифрования верификатор передает претенденту некое случайное число называется нанс обычно вот так то число она одна генерится один раз и передается только вот для этого осуществления идентификации ну он изменяется каждый раз каждый раз случайное число генерится по каким-то образом а претендент получает это число криптует его и посылает верификатору ну вот у нас алиса сообщает я хочу верифицироваться боб говорит да пожалуйста вот вам число вот алиса верифицироваться хочет а боб говорит а вот вам некое случайное число алиса криптует это число алиса криптует это число с помощью известного шифра то есть знает и алиса и боб и посылает бобу боб естественно его декриптует и проверяет что оно равно тому что он посылал то значит это алиса ну достаточно простой способ другой вариант мы не посылаем какое-то случайное число а используем некий признак который зависит от времени ну например текущее время и мы значит передаем текущее время алиса передает текущее время естественно каким-то образом преобразованное зашифрованное вот этим вот нашим ключом соответственно нам и не нужно вот эти дополнительные варианты вот это вот нам не нужно уже остается только вот это сразу текущее время а значит вот вот у нас эта картинка как видите остался только вот последний фрагмент если алиса передала текущую метку времени зашифрованное известным ключом то боб сразу понимает что алиса хочет верифицироваться и расшифровав и сравнив с текущим временем у себя он ну делая некую поправку на время передачи он как-то посчитает сколько время передачи он определяет что это алиса соответственно у нас время алисы должно быть синхронизировано с временем боба ну то есть как бы пнтп например в общем данное время должно быть синхронизировано это если вы вспомните керберас у нас так работает там обязательно синхронизация времени значит и первый и второй подход будет в принципе хорошие недостаток то что у нас односторонняя установка подлинности то есть очень часто требуется взаимная верификация то есть должно быть не только уверен боб не только боб уверен что он говорит с алисой но алиса уверена что говорит с бобом и вот есть некий третий подход который служит взаимному взаимной верификации вот у нас ну просто расширение суть в том что не только алиса передает некую совместную информацию но и боб потом передает точно так же алисе информацию как-то измененную так чтобы и алиса могла понять что именно боб посылай именно с бобом она общается то есть вот так вот чуть-чуть усложнили еще один шаг добавили и получили двунаправленное установление подлинности все может так и ну к ну и и но